Проблема эмоций, что очень трудно думать в момент, когда у вас случается очередная эмоциональная вспышка. Неважно, обиды, это гнев, страх, тревога и так далее. При этом мысли просто в голове часто вагон, то есть там просто не вываливаются ужасы, страдания, переживания и так далее. Но это не мышление, это ваша кора, так сказать, сопровождает эмоции. То есть летит поток, понимаете, а это вот все, что он захватывает. Конечно, когда вы оказались в этом состоянии, вы ничего толком хорошего не придумаете. И первое, что нужно сделать, это попытаться себя просто защитить от собственных эмоций. Как-то этот поток остановить. Ну, понятно, что объяснения тут не тревожься, не переживай, не злись. Работают прям противоположным образом. Поэтому прежде всего примите, что вы имеете право на негативные эмоции. Ходите, злитесь вы, имеете право. Тревожитесь вы, имеете право. То есть сначала вот это. После этого вопрос, нужно ли вам. Ну, то есть вы право имеете, но это же не значит, что вам это нужно. Нужно вам сейчас тревожиться, нужно вам гневиться. Какой это вам профит даст. Это следующий этап. И после того, как вы уже поняли, что, может быть, вам это и не очень нужно, вы можете спросить себе в самом худшем сценарии, значит, жизнь продолжится? Будем жить дальше, когда все это пройдет? Или помрем? Ну, скорее всего, вы не помрете. Понимаете? И это последняя точка, так сказать. Закорючка, закрываем скобку. А после этого начинаем думать, что мы можем сделать. Понимаете? То есть иногда есть ситуации, когда мы можем что-то сделать, и тогда делаем просто, берем эту раз и делаем, что надо. А когда это и не можем, и тогда, так сказать, на все воля жизни. Жизнь – штука непростая. Никто не обещал, что будет легко, но это не значит, что мы должны предаваться по этому поводу страданию и сокрушаться. В конце концов, мы решаем, как мы должны себя чувствовать. Это наш выбор.